Все за нее тут бьемся, а реально цифровизироваться сегодня могут в основном очень крупные агрофолдинги. Потому что там есть бюджеты, под них очень клиентоориентированно заточены все производители. Вот сейчас я был на стенде очень уважаемой компании, которая занимается тоже цифровизацией растеневодства. Мы разговаривали про дроны, они говорят, так любой может пользоваться дронами, да. Окупаемость такая, ну а тысяча лектар, да. У нас, наверное, 80% хозяйств имеют там 2000 лектар потолок, да. Поэтому технологии, которые заточены именно вот крестьян по бюджету, их пока немного, и денег на это получить очень тяжело. Вот я сам сколько раз не пробовал там взять в литинг, да, получить кредит. Вроде бы как бы это все есть на бумаге, а по факту это невозможно. Поэтому вот Алексей очень сильно сейчас топит на то, чтобы выделялись ресурсы, для того, чтобы цифра, это был не тренд, который, да, там, как мы недавно видели в постановлении, да, 800 миллионов, да, поправьте, тот, кто крупный. А это чтобы было на каждой ферме, независимо от размера, независимо от направления, а только от твоего желания быть современным, актуальным. Ну и коллеги, да, давайте, тема моего выступления, еще раз, эффективное решение по борьбе с тепловым стрессом, влажностью и аммиаком на ферме. Я эту тему, так сказать, прожил, пережил, да, я проходил ее разными путями, и сегодня я поделюсь именно тем, что делал у себя я сам, почему я это делал, для чего я это делал, и, возможно, мой опыт будет кому-то из вас полезен. Сухостое, кажется, ну, молока не дает, ничего не дает, куда тут деньги-то тратить. А поднимите руки, у кого летом рождаются маленькие теляты. Ну, тогда вы, наверное, своих не взвешиваете. Если вы проанализируете вес теленка при рождении, то стандарт сегодня черно-белой породы, да, я не буду говорить галштинская, черно-пестрая, черно-белой, это 39 килограмм. То летом это всегда 3-4 килограмма меньше, и в первую очередь играет тепловой стресс. Да, компенсаторное увеличение есть, но как это сказывается на продуктивности, скорее негативно. Ну, и почему мы говорим о тепловом стрессе, наверное, в разговоре комфорта, как о самом ключевом, да? Потому что тепловой стресс – это ацидоз, это потеря продуктивности. Тепловой стресс – это коровы, когда они ложатся, это язва копыт и так далее и тому подобное. Тепловой стресс – это низкий концепшн рейд, это самые большие убытки на ферме. Тепловой стресс – это, в принципе, гибель. В былые месяцы у меня на ферме в летний сезон в каждом корпусе 3-4 коровы погибало от теплового стресса. Вы, кстати, можете тоже посмотреть на своих фермах и посмотреть, когда больше всего вы выйдете. Соответственно, первая и самая важная тема – это тепловой стресс. Табличку индекса расчета теплового стресса мы все знаем. Еще раз хочу сориентироваться. Сегодня на наших фермах у многих уже стоят вентиляторы, но зачастую они работают от такого понятия, как температура. Хотя на самом деле для оценки ситуации важно соотношение температуры и влажности. При низкой влажности даже высокая температура для коров не критична. Если же влажность высокая, то и уже при средних температурах коровы начинают испытывать тепловой стресс. Виды стресса бывают разные. И в данном случае хочу сориентировать на собственном примере, что даже при не очень высоких температурах, при высокой влажности мы теряем молоко и теряем жир. Мне платят сегодня по формуле, и для меня потеря 2-3 десяток жира это в принципе потеря в районе 2,5 рублей. Для меня это большие деньги, поэтому иногда мы думаем, что да, лето у меня закончилось, все не нужно. А как работает система? А система, если не работает круглый год, вы тоже теряете деньги. Ну и немного о коровах, о важном философском моменте, как работать с коровой, на что мы направлены. Корова это большущий-большущий биореактор. Не вся корова равномерно выделяет тепло. Хотя каждая корова сегодня на самом деле это колоссальный обогреватель. Высокопродуктивные коровы, такие как у Павла Носоленко, вырабатывают где-то 1,5 кВт в час тепла. Среднепродуктивная корова, это где-то 25-30 литров, вырабатывает киловатт тепла. Сегодня сухостойная корова вырабатывает 0,5 кВт тепла. Вот на это помещение, чтобы в естественных условиях его было бы согреть, если бы тут не было нас многое отопление, я думаю, что достаточно было бы 5-1,5 кВт обогревателей, которые сделали бы температуру 23 градуса. А у нас в коровниках, даже в самых маленьких, начинается от 200 коров, где мы одномоментно имеем колоссальные станции по производству тепла. И очень-очень важный момент, как мы с этим теплом работаем. Потому что если мы с вами на предыдущей картинке показывали, что вот она зона рубца, это самая большая горячая зона, то как только коровы лежат, они нагреваются все. Потому что снизу теплоотдачи нет, и идет колоссальный-колоссальный нагрев коровы. Ну и о том, о чем мы для себя шли, о чем мы для себя думали, и почему мы изменили технологию, я у себя прошел технологию практически все, которые сегодня мыслимы по работе с охлаждением коровы. И пришел к тому пониманию, что сегодня нужно работать не с охлаждением помещения. Потому что если мы посчитаем с вами, вот корпус 600 коров, да, это же получается 600 киловатт в час производства тепла. Если мы попытаемся это охладить, весь этот объем воздуха убрать оттуда, то это колоссальная энергия. Я стал считать, и получается, что мне, к примеру, на мой 200-головный корпус мне надо было около 40 кондиционеров, которые сами полтора киловатта в час убирают. Это чтобы на градус охладить. Получается, что сегодня работать с вопросом именно охлаждения всего помещения, это бесперспективное направление. Поэтому мы для себя понимаем то, что нам нужно охлаждать каждую конкретно взятую корову. А если быть терминологически правильным, не охлаждать, а отнять от нее тепло. То есть дать возможность отдать это тепло. Дать возможность отдать это тепло. Поэтому мы исходили из философии, от того, что мы дуем на корову, мы снимаем с нее эту шубку тепловую, она быстрее отдает тепло, мы опять дуем на нее и так далее и тому подобное. И получается, что мы постоянно даем корове самопроизвольно снижать свою тепловую нагрузку. А как это работает? На самом деле понятно, что воздух, которым все дуют сегодня на фермах, мы его не можем охладить каким-то способом и экономики никакой не будет. Поэтому ключевая вещь в охлаждении коровы это скорость воздушного потока. И о чем мы тоже говорим, о направленности вентиляторов, об их эффективности, это с какой силой они все-таки воздействуют на корову. Мы видим с вами, что если скорость воздушного потока полметра в секунду, то при влажности 70%, а летом это довольно распространенная влажность в регионах, которые севернее Москвы, у вас охлаждения коров вообще не происходит. То есть что-то крутится, что-то вертится, а коровы это не понимают. И только от двух метров в секунду наступает эффективное охлаждение. Но в то же время очень важный такой момент, кто знает, сколько сквозняк считается? Вот 7 метров в секунду это колоссальный сквозняк, а 4 метра в секунду уже считается сквозняк. То есть у нас с вами по сути дельта в районе, когда ветра мало, то КПД нету, мы только тратим деньги. Когда ветра много, наши животные заболевают. Кстати, если кто-то анализировал свою статистику, когда больше всего животных, коров на ферме умирает от пневмонии? Летом. Летом? Нет. Летом, телята весной, осенью. А коровы от пневмонии умирают летом? Да, совершенно верно, коллега. Поэтому ключевая вещь это падуть на корову с нужным усилием для того, чтобы охладить. И еще очень важный момент, в этом, жаль, нет у моего друга Германа, с которым мы многие годы дискутируем, о системе орошения. И Игоря Баренгольца. Сегодня народ говорит, что нужно орошать корову белкой каплей. Эффективно это? Наверное, эффективно. Но задаемся себе вопросом. Да, еще раз, у нас корова производит колоссальное количество тепла. Зона нагрева рубец. Сколько нужно каплями налить на рубец, чтобы отнять от него тепло? Как нужно лить на рубец? Рубец у нас снизу, а не сверху. Сверху позвоночник. То есть какой снизу надо распылять? Поэтому вопросы вот эти привели нас к пониманию того, что мелкокапельное орошение имеет место, оно дает эффект. Но на самом деле для коровы важно мелкодисперсное орошение. Цель которого, опять-таки, резко охладить воздух. А тот, кто использует артезианскую воду, артезианская вода сегодня 4 градуса. То есть создавая мелкодисперсную взвесь, вы моментом охлаждаете воздух и, соответственно, еще больше увеличиваете теплоотъем с коровы. Но вчера подходил коллега, с которым мы начали дискутировать, что мелкодисперсная взвесь это пневмония и, как следствие, наши коровы летом еще больше будут умирать. И был такой советский опыт. На самом деле я с ним в свое время тоже сталкивался, но тут проблема технологий. Если у вас не будет вытяжки, то никогда не будет работать эта система. На самом деле ваши коровы будут как в бане. Ну и я хотел рассказать немножко свой собственный кейс. У меня старая ферма, приездные технологии, двухсотголовники. В 2001 году мы посчитали расчетно, сколько теряем денег мы за СИЗО. То есть есть методики, есть научное исследование, сколько теряется зажир от потери жира в тепловом стрессе, сколько теряется, соответственно, молока, какие потери от воспроизводства. И в 2021 году мы посчитали, что на одном корпусе за счет всех совокупных факторов от теплового стресса мы потеряли 18 миллионов. На тот момент, правда, цену на молоко мы закладывали 45 рублей. Она у нас была такова. Мы посмотрели и стали искать себе решения, какие мы хотим. То есть еще раз, первое, что мы хотели, чтобы обязательно была вытяжка принудительная. К сожалению, многие сегодня построили свои светоэрационные коньки с расчетом, что будет само тянуть. На самом деле 10-20 лет тому назад оно так и было. Но сейчас настолько температура поднялась в воздухе, что уже в мае мы видим с вами, что половина месяца эта система не будет работать. То есть светоэрационный конек работает, если снаружи температура ниже, чем внутри. А такого у нас уже сегодня не бывает. Соответственно, мы рассмотрели все возможные типы технологий, которые позволили бы нам охлаждать коров и быть эффективными. Я не буду сейчас касаться фактора, который берет, как корову правильно или неправильно мы охлаждаем. Мы посчитали еще важный момент о тех издержках, которые мы будем нести от эксплуатации системы. То есть мы взяли стандартные разгонники, посчитали, что нам нужно, чтобы делать 12 объемов смен воздуха, что сегодня рекомендуется. И получили, что у нас 1,1 кВт разгонник, 28 надоразгонных вентиляторов. У меня сейчас кВт стоит 13 рублей. То есть 400 рублей в час работа. Мы посчитали, что в среднем вентиляция работает 12 часов в сутки, умножили на 30 дней, получили, что 144 тысячи рублей только на разгонные вентиляторы. Дальше мы добавили стандартно для всех вытяжку и орошение. И получается, что разгонные вентиляторы за сезон дают нам 531 тысячи только по тратам на электроэнергию. Я обращаю внимание, что это еще и колоссальная нагрузка. Каждый корпус в среднем у вас будет потреблять порядка 33-35 кВт в час. А у меня, к примеру, 8 таких корпусов. То есть на 8 корпусов и такую мощность мне нужно свою маленькую электростанцию иметь. Мы взяли вентиляторы типа хеликоптер. Хорошая вещь, очень эффективная. Обращаю внимание, что на наш корпус их нужно было 6. Электропотребление 42 тысячи рублей в месяц. Плюс при той же вытяжке, при том же орошении, хеликоптерные вентиляторы обошлись в 90 тысяч в сезонном эксплуатации. Ну и, соответственно, мы взяли систему приточно-вытяжной вентиляции, которую у себя используем, и посчитали, да, она немного более электрозатратна, но в итоге в сумме в сезон обошлось 78 тысяч рублей. И самое главное, еще раз обращаю внимание, на все, про все, мне нужно в районе 11-12 кВт на корпус. То есть, в принципе, я свою энергосистему не перегружаю, не говоря о том, что это колоссальное деньги. Мы об этом еще плохо-плохо считаем. А второе, что если у вас сотни двигателей, да, то это как минимум каждый год 10-15% вы должны их будете заменить. А это еще колоссальное деньги в постоянном обслуживании. Для чего нам нужна автоматизация, да, и что мы делаем? Она должна быть не только законченным решением, потому что сегодня, вкладывая деньги, большущие деньги, мы должны иметь возможности дальше домодернизироваться. У себя мы сегодня, опять-таки, у нас привязная ферма, нечем гордиться, но мы у себя автоматизировали всю систему навоза удаления, она делается в полном автомате. Телегу поставили, дальше все протягивается. А раньше как было, вот кто работает с привязью, скотники в лоток насгребают за ночь, включаем транспортер, цепь порвалась, лопатами с лотка выгребаем, цепь ремонтируем, потихоньку загребаем лоток. Сейчас система себя постоянно протягивает 24 часа в сутки с небольшими интервалами. И, соответственно, сегодня нет проблем аварийности по цепям, нет проблем по ремонту оборудования. Ну и последний, наверное, такой значимый мой тезис, о котором я хотел сказать, это инвестируйте с умом. Сегодня колебание цены на молоко космическое. Я летом продавал молоко жирностью 4,4, белком 3,7 за 30 рублей. Если на базе пересчитать, это как вода. Сейчас я продаю больше 40. В январе я продавал 47. Прошлым летом я продавал опять по 30. Колебания такие колоссальные по цене, что сегодня прогнозировать на 3, на 5, на 10 лет невозможно. Поэтому инвестировать нужно в то, что деньги принесет быстро. То есть 3-12 месяцев горизонт бизнес-планирования, вот в такие цифровые модернизации, вот я себе дальше не вижу. Иначе непонятно, вернешь ли ты свои деньги. Инвестировать надо так, чтобы это принесло сразу существенную сумму. Да, можно купить какую-то программу, которая тебе даст 100 тысяч, и в нее потратить 100 тысяч. Но это бессмысленно, в рамках хозяйства это брызгает. Надо тратить миллионы, чтобы получить новые миллионы. И эти деньги, которые вы получите, вы должны иметь возможность дальше инвестировать в цифры. Потому что да, можно купить у меня привязь, еще раз подчеркну, мне это очень не нравится. 11 долларов с подменными, да, понятно, что лучше роботов. Но я вложу в роботов, я буду 20 лет возвращать эти деньги, если еще субсидию дадут. Ну и пример моей цифровизации. С 21 года я веду ее шаг за шагом, да, с разными вопросами. Вот тут все виды и все направления, я уже потратил 26 миллионов. Думаю, до конца года будет 30. И на примере того же одного корпуса вы видите, что в принципе это очень быстро-быстро окупаемо. Ну и мой личный тезис и тезис моих коллег, да, создай корову своей мечты. Потому что мы можем смотреть, там у кого 100 литров в день дует, у кого 200, у кого 40, у кого 50. Вы должны ориентироваться на тех коров, которые у вас. Вы должны для них создавать условия, которые им нужны. И вы должны максимально сделать, чтобы они могли реализовать свой генетический потенциал. Потому что сегодня у многих из нас, в том числе у моих партнеров, уже стада имеющие в принципе мировой уровень генетики. Спасибо, что выслушали. Субтитры сделал DimaTorzok